Привет, мои дорогие друзья! Давайте посмотрим на новую модель пуховой куртки Spav Eiger. Она предназначена для зимних условий. Теплая и легкая пуховая куртка для высотного и зимнего альпинизма, а также спортивного туризма и любых зимних походов. Куртка предназначена для применения в качестве дополнительного утепления на биваке, при работе на страховке или как основная верхняя одежда при экстремально низких температурах. Диапазон температур от минус 25 до минус 50 градусов Цельсия. Утеплитель – высококачественный гусиный пух с гидрофобной обработкой 700 Fill Power. Количество пуха в 50-м размере 416 грамм, и это очень много. Вес самой куртки в этом же размере 840 грамм, и это очень мало. То есть куртка на самом деле теплая и легкая. Дышащая ветрозащитная ткань. Внешне это нейлон 20 ден с рипстопом и диверообработкой. И внутренняя ткань – это также нейлон 20 ден без рипстопа, также с диверообработкой. Капюшон здесь большой, легко надевается на каску и даже горнолыжный шлем я проверил. Две классические утяжки, которые позволяют зафиксировать спереди капюшон, чтобы внутрь не задувало. И одна утяжка, уменьшает внутренний объем капюшона. Молния с двумя бегунками. Один классический сверху, второй снизу. Он позволяет нам удобно работать со страховкой или расстегнуть куртку снизу, когда вы активно приседаете, например, закапывая колышки палатки. Молния также имеет ветрозащитную планку изнутри. Она хорошо сделана, у меня никогда не закусывала, а сама утепленная планка наполнена пухом. Далее мы видим утепленный воротник, что очень хорошо работает, потому что основное тепло теряется как раз-таки через горло, через капюшон. Он здесь отлично блокирует потерю тепла. Четыре внешних кармана, два нагрудных. Они достаточно глубокие, поэтому ваши вещи не будут выпадать. Та же самая история и с боковыми нижними карманами. Они все утеплены, то есть для зимы это очень важный вопрос. Когда вы убираете туда электронику, телефон, навигатор и так далее, он находится в большем тепле и аккумуляторы меньше садятся. Внутри есть два кармана. Они боковые и сетчатые, достаточно большие. Я думаю, что в них будет хорошо отогревать, допустим, замерзшие перчатки или варежки. Манжеты. Они здесь достаточно необычные и убраны внутрь. Это очень крутое решение, потому что убирает холодную зону в районе кистей и позволяет лучше стыковать с перчатками и варежками. Давайте поговорим о том, как подобрать правильный размер. Помним, что мы будем использовать эту куртку, утепленную, после того, как остановимся. То есть наденем ее на всю ту ходовую одежду, которая сейчас на нас. Это может быть softshell или мембрана. Это все занимает достаточно большой объем и куртка должна легко налазить. Поэтому, возможно, вам придется взять на размер больше. Хорошим способом является взять все свое снаряжение и померить куртку, надев на то, что у вас уже есть в наличие. В жизни я использую свой классический размер. Это в районе 46. Эта куртка тоже 46. Скорее всего, для себя я бы взял размер 48. Это будет комфортнее. Для транспортировки мы убираем куртку в чехол. И он получается достаточно компактный. Подытожим. Здесь используется хороший гусиный пух 700 филпауэр с гидрофобной обработкой. Ткань ветрозащитная и легкая. Самого пуха достаточно много и он перекрывает большинство зимних походов. И в итоге мы получаем хорошее соотношение цена-качество, поэтому я однозначно могу рекомендовать эту куртку. Спасибо за внимание. Пишите вопросы в комментариях. Пока.